Гораздо проще, когда ты к чему-то стремишься, нежели когда ты стоишь на вершине горы и тебе приходится защищать этот титул, звание. Нужно все-таки делать то, что лучше всего получается. Безусловно, это самбо. Одной школы здесь не хватит, здесь действительно много что нужно делать для того, чтобы претендовать на звание одного из лучших в мире. Поэтому главное сидеть, держать в руках, хладнокровно, отрабатывать все по плану. Не, паники нет как таковой, просто это импровизация и приходится уже как в шахматах продумывать на шаг на два вперед, предугадывать поведение соперника, подводить его каким-то может быть моментом для меня удобно. Наверное, самое тяжелое вообще в спорте это психосоматика, когда действительно ты устаешь морально, просто истощаешься и устаешь от тренировочного процесса, от цикличной тренировки за тренировкой и ты не видишь результата, потому что видишь это только после боя. И это не так боя только покажет, какой тренировочный весь путь. Нельзя человека и в 19 лет взять, если он физически еще не дошел до кондиции и от него требовать, чтобы он там стал олимпийским чемпионатом. Все должно прийти, скажем так, чуть попозже, когда организм заматереет, когда вес свой появится, сила появится. Не бывает такого, что сразу человек выстрелил и все, пришел к успеху. Это исключение, это аномалия, не в моем случае. Много слишком факторов таких складывается одно в другое и в итоге получается такой определенный симбиоз, благодаря которому можно прийти к большому, очень большому успеху. Тренер это видит, он тебе подсказывает и ты просто не глядя это выполняешь и в принципе получаешь положительный результат. Бывает тяжело, вообще ничего не хочется воспринимать. Что-то не хочется делать, прям просто приходишь, говоришь, я просто не буду это делать, просто не хочу. Действительно, чтобы получить максимальный результат, связь между тренером и спортсменом должна быть максимальная, то есть настолько тонкая, чтобы каждый миллиметр, каждое движение, каждый настрой, даже каждая мысль негативная, положительная чувствовалась и тренер ее видел. Ну, тренер он как отец, можно сказать, как тот человек, который свою жизнь посвящает тебе, по большому счету. Понятно, что результат общий и ему тоже интересно, чтобы они оба достигли тренера-спортсмен результата, но человек взрослый все-таки больше отдает, нежели спортсмен, который молод, юн, он еще не до конца узнает и понимает ценности этого времени, которое потрачено для него. Подобное притягивает подобное, когда люди на одной волне и внутренний, все-таки духовно, да, и физически. Надо шагать дальше, расти независимо от того, что с кем будут биться в перспективе или сейчас. В принципе, я ориентируюсь на тупых бойцов в мировом масштабе.